Я хочу рассказать о нарративном взгляде на конфликт, о том, как нарративный подход рассматривает конфликты, их возникновение, как мы их структурируем, и, собственно, почему имеет смысл стремиться в их разрешении. Это такая теория не инструментальная, а мировоззренческая. Мне кажется, что в самом подходе уже есть облегчающие моменты, которые облегчают наши отношения к конфликтам. Ну, по крайней мере, это так было для меня. Немножечко о нарративном подходе, и более, что такой был вопрос. Он возник в 70-е и 80-е годы 20-го века. Австралийц Майкл Куайт и новозелайдец Дэвид Эпстон считаются его родоначальником. Чем он отличается от всех остальных подходов? Ну, каждый подход, конечно, отличается от всех остальных. И каждый подход – это некий протест против чего-то того, что было раньше. Поскольку Майкл Куайт был не психотерапевтом в том понимании этого слова, таком буржуазном, который сидит в кресле, и к нему приходят богатые клиенты, а вообще-то он был социальным работником и работал с маргинальными группами населения, он заметил, что те подходы, например, системная семейная терапия и другие, они не очень хорошо подходят к той аудитории, с которой он общается. Ну, то есть, допустим, представление о функциональной семье. Мама, папа, дети, у них достаток, и все в порядке, полная семья и так далее. Когда приходишь в семью, которая, папа сидит в тюрьме, мама вынуждена обслуживать большое количество детей, старший брат, торгует наркотиками, младшая дочь, там, не младшая, средняя дочь, 14 лет, ступила на путь, который не очень подходит, да, согласуется с представлением о том, как должно быть, то говорить о дисфункциональной семье, ну, как-то не очень. То есть, мы сразу помещаем этих людей в какую-то ячейку, ну, что они ненормальные, да, хотя это их жизнь, да, они живут в таком смысле. Вот эти все моменты, кроме того, ну, послужили, да, таким толчком для его, чтобы подумать о том, а какие же должны быть, на самом деле, рамки, да, представления о норме, о норме, с какими вообще измерителями они должны подходить к тем клиентам, с которыми мы работаем. То есть, вот, первое, то, что это была социальная работа, в отличие от обычной психотерапии, ну, работа с магинальными группами, безусловно, на него повлияли левые идеи, поскольку он участвовал, там, в антивоенном движении и в феминистском движении, его жена феминистка, соответственно, у него тоже, они учитывали феминистскую критику к подходам различных, начиная, там, на психоанализе, заканчивая другим. Нарара – это латинский глагол, который означает «язык повествования». И в основе этого подхода лежит метафора Джерома Бронера, это американский социальный психолог, писатель, да, что нужно о нем сказать, о том, что мы проживаем жизнь через историю. Мы проживаем жизнь как литературные сюжеты, а не следуем некой формальной логике в нашей жизни. Да, то есть, вот, я знаю. И мы строим свою жизнь, скажем так, по законам литературного сюжета. Кроме того, нарарийный подход лежит в рамках социального конструкционизма, это еще более широкое направление в социологии и социальной психологии, которое говорит о том, что мы в большей степени продукты социальных процессов, в чем биология, ну, человек, да, в своем поведении и так далее. В основе нашей реальности лежат различные описания реальности, да, это не объективная реальность, как таковая, а различные описания. Они не могут быть истинными или ложными, они могут быть более-менее правдоподобными или более-менее согласовываемыми, да, но, в общем-то, вот и все, что мы можем сказать о том, как мы описываем реальность нашей истории. Также, я буду еще дальше говорить, да, поэтому сейчас не буду гуляться на теоретические такие вещи, что еще отключает ненадативный подход? Работа с сообществами строится не на экспертной позиции, например, ну, как, работают там, сейчас я не буду, чтобы это не вызвать, не звучало критикой других подходов, да, не в этом смысл, а в ненадативном подходе очень делается большой упор и опора на опыт самих клиентов, да, то есть если работают с сообществами там онковольных, то в большей степени делается упор на опыт того, как уже эти участники сообщества справляются со своими проблемами. в отличие от экспертного подхода, когда приходит терапевт и рассказывает, как ему улегчить их жизнь, да, то есть у них уже есть некий опыт, который они могут передать другим, поделиться друг с другом, да, и на это опираться. Поэтому вот неэкспертная позиция – это тоже очень важный момент, связанный с работой на активном практике. Конечно же, это не единственный подход, который вот такую неэкспертную позицию, ну, могу сказать, что в Киштате, в принципе, тоже подразумевается неэкспертная позиция. Терапевты и психологи. Еще один важный тоже момент – это экстернализация проблемы. Большинство подходов помещают проблему, ну, как психологическую проблему, внутрь человека, да, то есть если что-то со мной происходит, ну, значит, у меня внутри что-то не так, я должна с тобой поработать, и это поправить каким-то образом с помощью каких-то методик или с помощью самопознания и так далее. Нарративные практики говорят о том, что проблема возникает в социальном контексте. Это не внутренняя проблема у человека, это проблема, которая возникает в контексте взаимоотношений. Соответственно, отношение к конфликту. Такое же, да. У Майкл Уайта есть замечательное выражение «Проблема не в человеке, проблема в проблеме». Очень классно. Для меня это тоже было очень таким умерщающим моментом после долгих лет в Верги-штанте, когда я искала там свои собственные способы прерывания контакта, и тут выяснилось, что надо искать внутри. Можно искать в Верги, можно так искать, можно по-другому, а можно говорить о том, что существуют проблемы. Соответственно, и конфликт, да, сейчас буду говорить, конфликт возникает внутри кого-то из нас, да, не потому что там я такая-то, а ты такой, поэтому мы с тобой не можем существовать, а потому что есть некие, социальный контекст, который создаёт проблемы. К конфликтам существуют разные подходы, и я бы хотела так обозначить, это очень грубо, да, такое сведение к двум, но для того, чтобы на выбросу удобно, и есть подходы, ориентирующиеся на решение проблем, а нарративный подход совершенно другого назовёт, да, что такое подход, ориентирующийся на решение проблем, ориентирующийся на решение, ориентирующийся на решение проблем. Ну, это большая часть подходов индивидуалистической психологии, индивидуалистической. Когда человек рассматривается, ну, индивид рассматривается как первичный, а сообщество, оно вторичное по отношению к индивиду, по сути, цель сообщества удовлетворять потребности интимента. Второе, потребности рождаются внутри человека, там, Многие подходы так рассматривают, и, собственно, они от природы. У каждого человека есть некие потребности, ресурсы. И это подождается изнутри, и, по сути, подход к конфликтам следующий. Недостаток ресурсов или потребностей, недостаток в потребностях должен быть удовлетворен. Удовлетворяем потребности, и конфликт разрешается. И существует в этих подходах метафора на миостазе. То есть есть некий дисбаланс, чего-то не хватает, дефицит. И мы, когда возмещаем этот дефицит, то все хорошо, все довольны, и мы нашли решение. И в этом контексте, я сейчас скажу про медиатора, это такая нейтральная третья сторона, незаинтересованная в этой проблеме, которая смотрит со стороны и помогает сторонам найти для них приемлемое решение. В рамках и деталистического, и вот этого подхода, ориентированного на решение потребностей, каждый из участников имеет свою позицию, основанную на собственных интересах и потребностях. И они, соответственно, ее отстаивают. И позиция другого человека рассматривается как угроза моей позиции. Ну, обычно, вот тот контекст, о котором я сейчас рассказываю, воспринимается нами как само собой разумеющийся, потому что это деминирующий подход к конфликтам, нашим культурным контекстам, в котором мы живем. В чем, собственно, проблема в элитно-нарративных практиках, почему они стали пересматривать это? Потому что, являясь социальным конструкционистом, элитно-нарративные практики считают, что идеи, мысли и даже чувства не рождаются внутри нас, а детерминированы внешней средой. То есть мы конструируем эти чувства в соответствии с требованиями нашей культуры. А как реагировать на те или иные извне какие-то сигналы, нас учит культура. Что вот это сейчас меня оскорбили, вот здесь я должна разозлиться, говорить нам культуру. Допустим, да, я буду иногда такие глупые примеры приводить, чтобы было понятно, сложно. То есть вот здесь нужно разозлиться, один из дискуссов нам будет. Вот здесь надо отстаивать свои права, это требует у нас культура. Если я отстаиваю свои права, то значит, у меня мало энергии, или я какая-то недогая. Ну, в общем, что-то надо делать с тем, чтобы нормально отстаивать свои права. Нарративные практики говорят, что вот это все идет извне, да, кто как раз культуру учит. Мы сами контролируем свои реакции. Безусловно, мы их ощущаем как внутренние, но рождается они внешний контекст. Так называемые, ну, наверное, вы, безусловно, слышали различные там подходы к конфликтам. Есть такие win-win solutions, да, то есть есть win-lose, то есть проигравший победитель. Ну, сейчас идет очень популярная концепция о том, что все выходят победителями из конфликта. Ну, вот, например, феминистки считают, что вот эти win-win solutions, они только, как сказать, просто отражают уже существующие отношения власти в обществе. И обычно, если в конфликте участвуют, например, мужчины и женщины, то они получают, да, даже если не считают, что каждый из них победил, они получают то, что им причитается с учетом существующих отношений власти в обществе. То есть женщина претендует не на так уж многое, а хоть на что-то, потому что ее культурный контекст приучает на это претендовать. Ну, а мужчина, соответственно, претендует на большее, да, потому что патриархальный дискурс говорит о том, что ты имеешь право на лучшее, чем женщину. В чем еще проблема была вот с этими феминистскими? И вот эти вот потребности и интересы, понятия индивидуальных потребностей и интересов, они не очень вписываются в коллективистские культуры, да, вот в традиционные культуры. Это западный подход, но он не может распространяться, например, на весь мир, потому что есть народы, которые, скажем, рассматривают, ну, можно так назвать, не знаю, китайское общество, да, где люди индивидуально рассматривают себя не как главных членов этого общества, интересы которых надо защищать, они больше рассматривают себя в контексте некого коллектива, да, или сообщества, сообщества, и для них важны сначала интересы сообщества, а потом их собственные. А как ты считаешь, Россия-то все-таки к какому относится? Ух, дело в том, что есть исследования высшей школы экономики, если вот так, операции, да, то есть, мои ощущения там могут быть одни, а у нас все же, несмотря на то, что сейчас нам обещают из всех утюгов, что мы коллективистская культура, да, и должны к этому стремиться, и у нас есть скрипы традиционной ценности, опросы говорят о том, что мы очень юристические. Ну, это как бы так и всегда было, или это... Нет, это формирация, я думаю, что это контекст последних 25 лет, это ни хорошо, ни плохо, я сейчас не даю оценку этому, то есть, вот это развитие в западном направлении, скажем так, в европейском, или в американском, я не знаю, как это можно озвучить, вот, мы все же больше не юридуалисты, хотя есть сейчас попытки общества изменить это. Не, ну я не понимаю, в смысле, понятно, что кто-то в политических целях это сборит, а мы лет назад, нет, понятно. Ну, это то, на что вот я опираюсь, есть исследования больше 10 лет, но... А вот это, помнишь, тест про ручку и бумажку, которые... Да, да, где, да, есть интересный момент такой, исследование проводилось... А может, просто спросить сейчас? Я просто... Ну, ты хочешь про... Ну, я думаю, это вообще не относится к тем, может, мы это опустим, этот вопрос, просто я... Хочется, да, про конфликты, про эти... Ну, в общем, это я то, что сказала. Каждый из нас, вообще-то, может существовать в других сообществах и ощущать совершенно другие границы вот этого коллективного сознания, да, и коллективистского, или индивидуального. То, что это проводился один опрос, мы думаем, там, есть определенное количество людей с определенным уровнем образования были опрошены, да, и то есть все это нужно учитывать. Но есть другие люди, которые могут сказать, а я ощущаю, что Россия – это традиционная коллективистская культура. И, в общем, нарративные практики, о чем я хочу сказать, не считаю то или иное утверждение верным или неверным, даже если это результаты исследований. Это один взгляд на вещи, да, есть и другой. То есть, просто какие-то из них, там, для кого-то важны и интересны. Мы можем... Любое, любая научная или психологическая теория возникает в определенном социальном, культурном контексте в определенное время и служит каким-то определенным интересам, включая политическим, психоанализ возник в определенное время, в определенном месте для совершенно определенных общественных задач. Это не значит, что кто-то сидел и специально изобретал, да, это вот не теория конспирологии, а просто сложились в Австрии в конце 19 века, в буржуазной среде богатых, да, ну, более-менее, людей сложилось вот такое представление о том, как функционирует наша психика. Слава богу, что так сложилось, потому что от этого можно было отталкиваться. Если бы оно никак не сложилось, я не знаю, как мы сейчас с вами будем это обсуждать. Социальный конструкционизм сам по себе, инновативный подход, тоже продукт определенной культуры, определенной эпохи. Да, я к тому, чтобы воспринимать, как воспринимают инновативные практики. Все является продуктом чреволизма. Факты служат какой-то идеей. Когда нам говорят о том, что есть неопривежимые доказательства, это есть факты, которые могут служить для кого-то доказательством, а для кого-то совершенно и нет. Я сказала, да, что инвентаристический подход считает, что конфликт возникает внутри человека. И, в общем, да, вот эти позиции. Я тут нарисовала, в общем, неративный взгляд на конфликт. Наша с вами позиция формируется внутри, но с учетом внешних условий. Вот эти вот кружочки – это различные дискуссии, которые на вас влияют. То есть мы получаем информацию от этих дискуссий, перерабатываем ее, и, исходя из этого, мы говорим о том, какая у нас есть позиция, и ее отставим. Мы, конечно же, ощущаем, что это то, что нам положено на это право. Так, вот эти вот позиции. Но формируется она не вот здесь. Ну, в смысле, она формируется здесь, но с помощью вот этих… Есть такая метафора у нарративных медиаторов – дискусс радиостанции. Они на нас вещают. Более того, это может быть власть, гендер, да, что там политическая какая-то среда наша, консервативная политическая среда или либеральная. Ну, в общем, все, что угодно. Соответственно, фимунистский дискусс влияет. Проблема. Особенность в том, что даже эти дискуссы могут быть совершенно противоречить друг другу. И та позиция, которая у нас здесь сформирована, и кажется нам как такой логичной, понятной, и, ну, само собой разумеющейся, она может совершенно не обладать этими качественными логиками. Это наша история, как мы рассказываем историю про то, на что мы считаем себя вправе. Любое событие неразрывно связано с его интерпретацией. Поэтому для того, чтобы понять эту позицию до конца, вообще-то хорошо бы исследовать не потребности, которые здесь возникли, а те дискуссы, которые влияют на человека. Потому что большая часть подходов исследуют потребности. А что ты хочешь здесь сейчас? А, ты хочешь больше денег, да, в этом конфликте. Больше вознаграждения за свою работу. Ну, это же понятно, скажется. Кто-то, да, в определенном культурном контексте. Но в другом контексте совершенно больше денег за большую работу не является нормой. Я позже там приведу примеры, потому что как раз в активистской среде это ровно на парку бывает. То есть в контексте бизнеса, да, я больше работаю, мне надо больше заплатить. Но не всегда в активистской среде действует тот же самый принцип. И это очень хороший пример, чтобы увидеть, что не все понятия, само собой разумеющиеся, и все являются таковыми. Это все влияние какого-то определенного контекста. Как я вам понятна, чего я говорю? Потому что я могу. Вот задавайте вопрос. Не в смысле, что я слишком умно говорю, чтобы я не была слишком пупоркой. Значит, нарративные практики считают, что в конфликте встречаются две истории. Два нарратива. Два нарративного описания событий. Одной – не наши потребности. Не потому, что они хотят вырвать от нас эти потребности и отобрать, а потому, что гораздо более полезно разбирать, как эти истории возникли, чем выносить конфликт внутрь. Важная часть, связанная с речью. Нарративные практики опираются на идеи философа Виттгенштейна о речи, который считал, что сам наш способ мышления, понятия и категории, которые мы используем, предоставляются нам языком, в котором мы вкладываем. Мы родились уже в этот язык. Эти категории возникли задолго до нашего появления, ну уж, по крайней мере, точно до появления каждого из нас. Мы это воспринимаем и это используем. То есть мы родились уже в какой-то языковой среде и пользуемся этим понятийным парадом. Получается, что меняя язык, мы можем поменять среду. Конечно. Мы поменяем даже наше мышление. Если мы в споре о феноменитивах, мы можем... Да. Да. А попадая в другую языковую среду, мы меняем наше мышление. Это связано с изучением языков? Да. Ну и также гипотеза Сипиро-Горфа, в общем, замечено было, что там, в общем, склад, точнее два склада. Один склад с пустыми бочками из-под бензина, второй склад и с полными бочками из-под бензина. Полные бочки из... Возле склада с полными бочками из-под бензина рабочие курить боялись. Они там не останавливались никогда с этой целью. Потому что, понятно, полные бочки с бензином могут взорваться, могут произойти все, что угодно. Возле склада с пустыми бочками из-под бензина спокойно народ курил, что приводило к достаточно неприятным эксцессам, пожарам, взрывам и всему прочему. На их мышление влияло слово пустой, а не слово бочки из-под бензина. Он там все-таки был, да? Да, он был. То есть им не приходило в голову, что пары бензина могли остаться, что остатки какие-то могли... И что это может точно так же привести к пожару. И вот в голову им не приходило. Спасибо за вашу примеру, потому что, собственно, что я хотела сказать. Наш язык, по мнению нарративных практиков, не является посредником. Он конструктор. Тот конструктор, с помощью которого мы конструируем нашу реальность, с помощью которого мы конструируем наши истории, и с помощью языка мы конструируем наши конфликты. И очень важно смотреть на то, каким языком мы пользуемся, какую лексику мы используем. Как принято говорить сейчас очень популярно, определенная риторика. Часто используется, особенно в политической такой... И это очень про то, что я говорила. То есть мы можем по некоторым ключевым словам понять, из какой среды идет... Из какого дискурса идет вот это вещание. То есть какие взгляды создаются человеком. Ну, также Рейкин Ширни, вот такая метафора была. Он говорил о том, что... Язык вговаривает нас в бутинье. То есть... По поводу чувств. В нарративной практике считают, что чувства... Если гешталь, например, гешталь, если считают, что чувства это то, что возникает внутри, это то, на что нужно опираться, и они сами на себе там действуют, и мы их сначала возникают, а потом мы их называем. То в нарративной практике... Нет, я не знаю, сильно разделяют такую точку зрения. Вот я читала то, что это так. Что они говорят о том, что чувств нет, пока мы их не назвали. Для меня, честно говоря, я думала, говорить вам об этом или нет. Но для меня лично это большой вопрос. Я на той точке зрения или на другой? Потому что я пришла из мечтать, и для меня чувства были... Это вообще, ну, собственно, база. Все, что можно опираться. Но иногда я могу согласиться с фонаративными практиками. Очень сложно сформулировать, что там за чувства. И часто так сформулируешь, когда понимаешь, как в доме это сформулировали. Думаешь, а, ну, наверное, здесь надо влезть. Или наоборот, умиление какое-то. Это более культурно... Ну, как бы... Можно это делать? Да, иногда возникает в одной ситуации не одно какое-то чувство, а какое-то... Да, какое-то обивалентное. Да, да, и обивалентное. Поэтому что-то определить... Ну, сложно. Или назвать даже, это достаточно сложно. Если начинаешь в это выглубляться и думать, что... А как тогда, вот когда возникает какое-то чувство, неважно, позитивное или негативное, но не можешь его идентифицировать, что это там... гнев или страх, или еще что-то. Но просто оно есть, но идентифицировать, назвать его не можешь. Что ж тогда, его нет, получается? Ну... Как его не обозначено? Для меня вопрос... Это не значит, что его нет. Это вот в моей личной практике. Просто есть два разных подхода, которые вот так вот по-разному. Наверное, что ты хотела сказать, может быть, это поможет. Да, я хотела добавить, что есть такая концепция, что есть некие базовые эмоции, вроде страха. И они действительно есть. И хотя нарративный подход, считай, что в принципе, может и не быть. Нет, но они отрицают... Но как бы биологи нашли некие вещи, которые в глубоких структурах мозга образуются, и они помогли нам выжить. А то, что дальше, вот то, что вы говорите, чувства, это уже конструируется, и я абсолютно согласна с вашим подходом. Да, более сложные. А еще хотела добавить, надо вот по поводу этого, что Маша сказала, что я пыталась, и тогда, когда не можешь назвать, можно просто это рисовать или изобразить, танцевать, это что-то. То есть это можно каким-то другим образом выразить, то есть это можно выразить. Но может быть не словами. Кто-то хочет, я просто потом подал. так давала? Да, я хочу просто так заметить, что сейчас очень, ну, среди родителей, и сейчас появляются детские книжки про эмоции, и выяснили, что просто люди не могут, не зная, как эмоции наплываются, эмоции и чувства. Поэтому сейчас есть целый цикл книг, по-моему, даже что-то начинало, начинает появляться на русском, да, детская книжка про эмоции, там какая-то история, и опять же, что это за эмоция, то есть тут даже есть действительно эта проблема, я понимаю, о чем примерно, что имеет в виду нарративный подход, потому что обозначает чувство, понимаешь, из чего оно и как с ним бороться. Если я не чувствую как само чувство, как вот что-то, мне такое плохо, нельзя с ним потом, детям ничего сделать, вы можете его пережить, а может оно уйти, а что это было, с чего оно пропадает. Вы, вы, вы. Можно еще, Наташа? Наташа? А еще, по поводу детей, просто были исследования, что вообще дети и подростки, и уже, если я хорошо помню, до 21 года не могут идентифицировать, или в 17, или 27, я плохо помню, не могут идентифицировать чувства других людей. Это связано с развитием мозга, то есть мозговой функции еще как бы не доставили. Свои не могут идентифицировать. Свои, да. Ну, смотрите, сколько подходов у детей здесь разных концепций на эту тему. Мне кажется, наша сила в том, чтобы знать и думать, в какой ситуации конкретно. Вот для меня, я просто много, долгий киргичтарь, в том числе собственной терапии, для меня физически важно осознать, для моего контроля за своими чувствами, если это можно назвать, физически важно его осознать, это чувство. но вопрос произнесения, внесения во внешний мир, особенно у слоев конфликта, для меня все равно остается вопросом. Мне несложно сказать о том, что я злюсь, ну, то есть я там уже получен многолетних тренировок, да, и так будет понятно, что я злюсь, вот, или там обида какая-то, все это понятно. Вопрос, насколько это поможет в решении конфликта, потому что, опять же, здесь нельзя дать одну рекомендацию, честно говоря. в какой-то среде мне безопасно говорить о своих чувствах, а в какой-то среде это будет восприниматься, это просто меня туда же будут бить. Вот, и поэтому, как, это мой такой личный, да, человеческий опыт, ну, с учетом неких, не знаю, совершенно по-разному я могу говорить о своих чувствах. Я знаю, что для меня это важно, понять, что я сейчас чувствую. Не обязательно обозначить там словом, как бы, какие-то возможности нарисовать или что-то, но подумать об этом, но вопрос вынесения этого внешнего мира для меня опять деференцирует в какой-то среде, в какой обстановке я сейчас нахожусь. Есть методики, есть подходы, где очень важно, я тоже был феминистский тренинг, работа с тяжелыми, ну, с такими, с агрессивными оппонентами, вот, для нас, ну, много из Бештальта было, и надо было называть для своего чувства, то есть на меня кто-то кидался, я должна как сказать, «Ой, ты меня напугал». Ну, для меня это поможет, но вопрос, тот, кто меня напугал, он и хотел меня напугать, он скажет, он так, «Я тебя…» «Да, сейчас я тебя еще помню, напугаю». Вот, и тут, кто как с этим справляется, поможет ли это мне противостоять этому пуганию, да, этой агрессии, или мне это не поможет, я только покажу какую-то свою ситуацию, в которой он дальше будет меня бить. То есть это совершенно зависит от того, с кем я имею дело. Вот, это то, что я хотела вам сказать по поводу чувств, потому что мы говорили, и вообще невозможно, если как медиаторов до нас учить, это совершенно верно, нужно работать с чувствами, работать с тем, что-то еще. То есть если идет какое-то, ну, какое-то сильное чувство между, в конфликтуру, то нужно туда идти, да, то есть сейчас, невозможно это отбросить, сказать, ну, подождите, чувства оставьте дома, а мы сейчас с вами будем по делу разбираться. То есть пока они есть, и пока они так горячи, ну, никуда не двинемся, да, и каким-то образом разбирать не сидим, что вот я сейчас чувствую тут. Но опять, мы смотрим, в какой мы находимся в доме. Я просто по условиям, я только когда сказала, что я подумала о том, я тоже вспомнила вот эти базовые эмоции, которые, как в технике данных, да, в том числе, биологически обусловленные, вот, а есть так называемые социальные эмоции. Вот, мне кажется, что бывает о влиянии идеи, дискурсов, которые возникают в влиянии у этих дискурсов, скорее, уместны в отношении вот этих социальных эмоций. Потому что, естественно, эти социальные эмоции возникают в зависимости от того, как я оцениваю, как уже, это же, это же мыслящее, ту ситуацию, в которой я нахожусь. Потому что, действительно, если меня влияют одни идеи, я могу эту ситуацию для себя интерпретировать, например, испознать себя, как оскорябляющего меня, да, в другом случае, я могу совершенно спокойно на кого воспринять те же самые совершенно события взаимодействия, потому что они как-то вписываются, да, в мои представления о том, что есть норма. И вот это очень интересно, тут очень интересно, потому что есть про социальные эмоции, про сфитные, очень многое зависит от того, как мы эту ситуацию для себя видим, понимаем, и всему, чего мы ее так видим. Это очень большой простор для исследования. Спасибо. Ну, мы уже много раз это огромное слово использовали, дискульс, да, и, может быть, дискульс, некоторые я слышала, но все же я буду говорить дискульс. Я посмотрела специально, норма, имя, эти оба варианта. Если просто говорить, да, ну, о том, что это такое, это процесс взаимодействия между людьми, а также, он же и результат этого взаимодействия. Дискульс дает нам какие понятия мы должны использовать, какие идеи, какой смысл он даже придавать тем или иным действиям социальной практикой мы и личным. А вот Бештейн говорил, дискульсы дают нам знать, как жить дальше. Это же такая, правда, то есть они, как бы, это такое пространство, которое прописывает некие реакции, да, именно наших людей. И так же это могут быть повторяющиеся модели поведения. Все это выражается в языке. Ясно, очень-очень много. Даже если мы находимся, допустим, в какой-то однородной среде, ну, феминистское сообщество, все равно наслияет очень много разных дискульсов. И мы их воспроизводим, да, мы все равно несем из внешней среды вот эти вещи, да, мы очень часто воспроизводим внутри. Дискульсы задают людям определенные схемы мышления и поведения, несмотря на то, что нам кажется, что мы созрели до этого, догадались сами, вот, или выросли, или дошли. Наконец-то я теперь понял, что женщины увлечены в нашем обществе. Ну, может кто-то сказать. Но это нарративная практика по-другому из вас. Просто стал влиять в феминистский дискусс, и некоторые вещи стали видеться по-другому. Да, это не с возрастом пришло, понимание, а с подвлиянием антипионного дискусса. У кого-то, может быть, совсем наоборот. Кто-то уходит из этого дискусс, и он наконец-таки поймет, что у женщин дофига прав, вот, и не надо вообще бороться за это. Может быть, и такое развитие событий в истории какого-то конкретного человека. Потому что он попал под влияние другого дискурса. Исследование дискурса о непотребности позволяет деперсонализировать конфликт. То есть вынести вот это не Вася или Маша или Наташа или Полина такие агрессивные, кидающиеся или наоборот такие стеснительные, вообще малоконтактные, на них влияют какие-то дискуссы, в соответствии с которыми они себя ведут. Исследовать, что же влияет на этих конкретных людей в конфликте гораздо более полезно. И я считаю, что так, это действительно так. Чем говорить о том, что у Полины есть потребность в признании. Безусловно, она есть. Но почему вдруг у Полины в данном контексте возникла такая потребность, и почему вдруг ее нужно удовлетворять. Многие техники медиации и эконом-конфликтологии не разбираются с тем, почему возникают те или иные потребности. Даже есть такая айсберг конфликтов. Они опускаются только до потребности, и все. А дальше не копаем, потому что нам говорят, если учат медиаторов, говорят, это психотерапия, дальше не лезем. Это же самое интересное, говорю я, и другие психологи, которые учатся медиации. Я считаю, что довольно безопасно для человека. Мы не лечим человека, если мы опускаемся ниже до ценностей. Почему ты считаешь, что в данном контексте нет признания? Потом покопаться и спросить, а в чем может выражаться признание для тебя? То есть тоже полезно, это совершенно не лечение этого человека, не оскорбление его, а может наоборот, путем такого расспрашивания мы дойдем до самого важного, как мы можем решить конфликт. Так вот, конфликт инструируется дискоррсами. Конфликт не в человеке, а он в неком социальном взаимодействии и конфликтующие социальные практики. Есть такое понятие, как позиционирование нарративной практики мы разделяем. В любом высказывании мы предлагаем собеседникам занять позицию по отношению к нам. То есть, ну, самые такие простые, да, сейчас такой простой пример приведу, а вы мне можете, как-то фантазия на более такие другие какие-то ну, например, я буду рассказывать, что некая там Варя вчера кинулась на меня в троллейбусе, вот, и буду с обидой в общем рассказывать вам об этом. Как вы думаете, на какую позицию я ставлю вас в этом вашем разговоре? Сочувствующих. Да, я жду от вас некого сочувствия, что вы скажете, Варя, зараза, я всегда знала, что она такая, и поэтому я тебе очень жалею, а ее мерзавку такую, надо было что-то с ней такое сделать, да, 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 вот, и я с... в этом случае добавила. Да, то есть любое наше высказывание другому человеку ставит какую-то позицию, особенно если мы говорим, чаще всего стороны конфликта выбирают позицию жертвы, а другого рассматривают как агрессию, а всех остальных рассматривают как некий сочувствующий, который спасатель, да, я сейчас не буду использовать треугольник Карпана, который безусловно все знаете, там своя динамика есть, но она не относится к нарративным подходу, но все же некая позиция есть, и поэтому любое высказывание, оно содержит в себе запрос на то, какие позиции, что нам дают эти позиции, ну, во-первых, эти позиции дают нам некие права, как этого дискуссия, ну, например, я как жертва имею право обижаться, да, вот, не разговаривайте, отворачиваться, решайте сами проблемы, то есть какие-то многие моменты, сейчас там даже меняется один смысл, быть жертвой, это очень плохо, то есть это слово даже в него некий негативный оттенок, но вот в гидридистическом таком, подходе, не хочу, не жертва, здесь не то, что, то есть это какой-то прям даже уже, а некоторые вообще обвиняют, да жертва не сами виновата в своих проблемах, конфликтах, они сами эти конфликты порождают, то есть смотрите, слово одно, а в разных контекстах оно может приобретать совершенно разные то есть позиция дает право говорить или молчать, в зависимости от того контекста, или там отвечать, или не отвечать, ожидать, что у меня какие-то ресурсы дополнительные упадутся, с тем, что я жертва, или наоборот, если я грез, значит это круто, я сейчас себе побольше здесь захвачу, все зависит от того, в каком, какие на меня влияют эти радиостанции, в каком контексте я нахожусь. Нерративные практики считают, что позиции в конфликте не являются нейтральными или объективными, но это же понятно, что это жертва, это грез. Это не значит, что это не про обвинения, не про, скажем так, притягивание к себе определенное, это не важно. Просто их надо разбирать, они всегда субъективны, это всегда точка зрения с какой-то позиции. И эти позиции определяются дискуссами. Ну, сейчас тоже такой пример из, наверное, такой правовой сферы. Некоторые позиции находят в отношении праве в законодательстве или даже в обучении делового порога. Ну, приходит арендатор, чтобы снять квартиру командодателя. То, что они должны другое говорить, как они должны вести друг друга, чего ожидать друг от друга. Уже давно все прописано не только в гражданском кодексе, но и даже в обучении. Обычно ожидается, что платить будет мало, все это нерегулярно, что-то еще. То есть, это даже опасно. Наши страхи в отношении вот этих будущих наших взаимодействий, они и так уже заложены в какой-то другом конфлисте. Но уже никто не будет. И опять, это неплохо, нехорошо, в некоторых случаях это спасает, надо чего-то знать уже про наше будущие мемогизны. Просто то, что мы считаем само собой разумеющееся, должно быть следовано, потому что конфликт лежит вот в этом само собой разумеющееся. Это задает нам призму, через которую мы смотрим на отношения. А если арендодатель, я буду смотреть в одно такое, стеклышко. Если я пошла как арендодатель, то я буду совершенно по-другому смотреть. А если говорить о ситуациях обнюза, как там получается, там тоже нет жертвы? Нет, они там есть, условно. Вопрос, что для... Ну, это все равно нужно все исследовать. Почему позиция жертвы очень сильно стигматизирована, много обвинений на жертву. Поэтому сейчас вырос такой альтернативный дискурс, когда говорят, жертва никогда не виновата насилии. Ну, это такой, знаете, воздух. Ну, мы же понимаем, что дело не в этом. Мы просто сейчас пытаемся вытащить альтернативную диску, чтобы тот не доминировал. Но там все действительно гораздо сложнее. И не потому, что она виновата. Вот эти вот слова, они... Мы пытаемся создать альтернативную, поэтому мы прямо так заявляем, жертва никогда не виновата насилии. Но она участвует в контексте, на нее тоже влияют вот эти вещи, она тоже какую-то позицию выражает. И разбирать вот это все нужно. Потому что просто вытащить ее, это не решение. Ну, то есть хорошо бы, может быть, ему надо так сбежаться, потому что они какого-нибудь, да, видите? Но если они хотят разбираться, то надо разбирать, почему она попала в эту позицию. Хотя бы для того, чтобы она заняла, как говорят, нерративной практики более авторскую позицию своей жизни и смогла уже там либо в этих, либо в следующих отношениях выстраивать уже более, ну, что ли, равные отношения. Должен не быть. А авторская позиция не виктим блейбинг? Потому что это же, если мы говорим... Виктим блейбинг, когда мы говорим, ты сама виновата, что ты попала. Нет, это не авторская позиция, это виктим блейбинг, может быть... А это сейчас объясню. Да. Из-за того, что сильно у нас вот эта вот обвинена жертва, сейчас любое туда ткнись, сразу будет у нас есть специалисты по работе с жертвами. Ну, скажут, да, по работе с населением. Если мы не поможем жертве выстраивать более такую понимающую позицию, выстраивать какую-то жизненную стратегию, позволяющую ей защищаться, чем мы тогда не поможем? Но это не позиция, чтобы прийти сказать «это сама виновата», это позиция для отношений терапевта или там сообщества и жертвы, которые ее поддерживают. Вот, понимаете, вот это, мне кажется, проблема сейчас, я не знаю, получится у нее объяснить или нет. Проблема в том, что вот то, что возникает между поддерживающим, сейчас это будет там, допустим, терапевт или сообщество какое-то, и вот этой жертвой, это такая интимная среда, да, и там вот нужно про авторство, про выстраивание опор или там про повышение ответственности там, есть там терапия, но оно вдруг выскочило в публичный дискурс, и все вдруг стали терапевтами для этой жертвы. Это вот здесь, в кабинете психолога должно происходить, или там, когда идет круг, ну это я потом попозже скажу, круг поддержки, да, это вот для этого, для этого интимного кружочечка, это вообще не выносить за дверь, вот здесь надо помогать, если на лице автора, а у нас в фейсбуке придут и так помогут. Вы не терапевты, вы не в этой роли, вы в другой позиции, вы не имеете права не этим говорить. Поэтому по поводу Виктор Бреймонка, у нас вдруг все стали консультантами психологами, совершенно не понимая, что вот это вот терапевтические отношения, этот альянс не должен быть вынесен за дверь, вот здесь он полезен, а в другом контексте он не только не полезен, он даже и велитен, потому что он обвиняет. Ну мы же не можем вам запретить, а не так? Конечно не можем, мы можем только кричать, ребята, сидите тихо. Сейчас что-то я наговорю вам на видео, да? Свои знания психологические. Подождите. Пишите у себя на стене, да, что хотите. Не надо приходить к людям, которые говорят, что я в ситуации абьюз, и рассказывать, как есть, как есть. что-то я не знаю, потому что вот этот дискус популярной психологии, все же знают, как надо себя вести, я в ужасе, потому что то, что, ну все, каждый второй, третий, пятый, то, что возникает в очень интимном пространстве и помогает клиентке, жертве в этом интимном пространстве, совершенно вредит ей в публичном пространстве. Я не знаю, понятно, я сказала? А как скажет человек, который работает здесь, жертва? Я как-то умничаю, но он вообще не... Правильно, на самом деле, но маленькая реплика такая, мы с коллегами как раз с оперативными практиками собирались вот уже несколько раз, у нас была такая маленькая закрытая группа, где мы по итогам флешного исследовали как раз эту проблему в том числе все эти действия, которые влияют, да, и как, и что мы используем в работе, а как и что вообще мы видим в интернете, да, и в чем проблема-то, да, что в терапевтическом взаимодействии есть своя динамика, да, и изначально это контакт, изначально это абсолютное принятие, безооценочность, поддержка, да, и если потом и шаг за шагом, да, происходит то, что помогает принять на себя ответственность, то это вот мы рассматриваем только динамически, да, никто вообще здравым умеет, не будет человеку пришедшему вот из такой ситуации, там ответственность, и он спаривает, что вы видите, да, вот, то есть там есть стоящее армию вот этой помощи и поддержки, а когда человек неожиданно, не раскрывшись, поделившись в очень опасной для себя, в общем, публичной ситуации, погребает по полной программе все, что там все думают по этому поводу, действительно, это... не было, было много поддержки, было много всего, было много всего, конечно, это здравство где можно закрыть, это надо понимать, и мы вот про это как раз и говорили, но было очень интересно, как там вот эти дискурсы исследованы, в частности, ситуация абьюза, в чем там еще проблема, что социальный контекст настолько сложный, что то, что для одного человека насилия, ну, если брать такие неоднозначенные ситуации, по-другому, это даже не может это насилие увидеть, да, вот, и вот здесь очень много поля этой работы, пахнут поля этой работы, которые считают, что это, ну, вот так и надо говорить, это и есть поддержка человеком, пахнуть его по башке так, что... Ну, я просто сейчас не хочу упрекаться, что это не может времени, но... Останулачка. Как вам? Про то, как вам? Про то, что мы говорим про ответственность авторской позиции правительного мира? Мне кажется, еще вот... Ну, очень много слоев, и об этом можно бесконечно говорить. Мне еще, кажется, еще треугольный камен, он тоже как-то... Ну, он же... Не каким-то образом, а он влияет на... Все равно. Все равно влияет. Да, на один подход, но в то же время вот эти другие методы... Ну, дело в том, что вот эти все вещи, в том числе, треугольник, да, очень часто используются для... Движения, жертвы, я вижу. Хотя он был очень полезен, да, и вообще-то надо знать, как я... Ну, сейчас, хотя бы что-то сказать. Но это очень осторожно с этим нужно, потому что я вижу, что люди используют это, узнав, да, начинают говорить, ну, все понятно, сейчас ты меня затащишь спасателей, и я стану агрессором, да, и поэтому боятся. И тогда сообщество уходит от этой помощи, которую он могло бы оказать, потому что он боится быть втянутым, например, и стать, ну, в глазах жертвы агрессора. И действительно, жертва там тоже много ресурсов, у нее там дырка вообще, и она, типа, ресурсы гребет, и гребет ей все мало, и мало, потому что не простраивается, вот, ну, нужный, я помню, она не становится более, ну, как автором своей жизни, а просто пытается эту поддержку, она ее не получает, на самом деле. В общем, это все очень сложные вещи, и когда мы... то есть, я считаю, что даже понятие ответственности в кристалитерапии, оно не настолько обвиняющее, как оно кажется извне, и в терапевтических отношениях оно очень поддерживающее. Это тоже про авторство. Ну, просто само слово ответственность у нас всегда соотносится с неким понятием вины. потому что мы больше юристы, ну, в смысле, в таком потолок контексте, чем в секторе. Я еще читала статью, я, правда, не помню, где я ее читала, про то, что многие жертвы насильственных взаимоотношений обвиняют себя как бы сами. Да, потому что их и контекст обвиняет. Это я виновата, что я там не сделала того-то, того-то, или, наоборот, сделала то-то, то-то, и там, в общем, рассматривалась эта проблема в контексте утраты иллюзий и контроля. Ведь известно, что человек может свою жизнь контролировать лишь до определенной степени, а он не властен над кучей различных обстоятельств, которые могут повлиять на нее. И получается такая ситуация, резко выбивая у него эту иллюзию из-под ног, которая, в общем-то, в обычной жизни для нас спасительна. Мы не можем все время находиться в состоянии параной и у подобных состояний, когда будем думать, что вот там может придаиться кто-то плохой и что-то с нами сделает. И получается задача как бы в терапии это ощущение контроля над своей жизнью вернуть. Для кого-то это у всех разные задачи. Кому-то вернуть контроль, кому-то синить вообще понимание контроля. Люди могут прийти совершенно противоположным запросам. Даже на разных этапах жизни эти запросы могут быть разные. Даже если я обращаюсь к терапевту, я на какой-то период живу про то, чтобы контроль себе, а какой-то мне уже надо немножечко отпустить и как работать. И так же пророть с конфликтами. Где-то мне надо быть в каком-то жизненном этапе, мне надо быть более конфликтами, не бояться скупать, а где-то что-то я уже сильно надо работать. У меня, например, в моей так и было. Где-то я училась и ходила на терапию, чтобы больше отстаивать свое мнение. А сейчас я уже струнение. А я сталкиваюсь в контекст, когда я сижу просто и молчу в каком-то каком-то. А мне начинают говорить, чем больше я занимаюсь психологией, тем мне чаще психологу надо. Это же видно просто. Что тебе вот это что-то. Платика. Психолог. Да, но это так, что в другой контекст. Меня так не все меня воспринимают как психолога, поскольку у меня одно есть образование, кто-то не знает, что у меня особенно стучат, говорят, это же понятно, что тебе надо. Ты же такая странная, вообще не умеешь ничего. Я буду уметь, я тебе хочу уметь другое. Мы как раз у меня такой вопрос. Нужен ли вам сейчас перерыв? Да. Давайте попробуем. Еще один важный момент для нарративных практиков структурирования конфликтов это так называемое ощущение себя вправе или entire по-английски. Часто обнаруживается, что люди считают по определению, что они на что-то имеют право. Допустим, на хорошее отношение со стороны окружающих. То, что окружающие должны улыбаться. Ну, опять, да, я не в контексте, что они не могут иметь таких ощущений, но в зависимости от того, в какой социальной группе они подбежат, в каком культурном контексте они находятся, эти ощущения вправе могут меняться. Сейчас такой совершенно простой пример. Если мы с вами попадаем в Великобританию, то в любой ситуации незнакомые люди или там какой-то улыбаться и таким образом выходить из конфликта. И мы ожидаем, что люди так будут относиться. В российском контексте, если вы попадаете с незнакомцем в какую-то немного некомфортную ситуацию, мы бы хотели ощущать себя вправе, что нам улыбнуться и извиняться, если мы прирастопили на ногу. Но в нашем контексте не всегда мы эти ощущения можем иметь. То есть у нас так не всегда принято, мы можем его грести на полный программ. Хотя мы можем ожидать что с нами хорошо пойдутся. Есть еще ощущение себя правильное. Например, в контексте бизнеса и отношении денежных. Чем больше я поработал, тем больше меня должны заплатить. Но, например, в активистской среде это может выражаться либо в том, чем больше я вношу в этот проект своих сил, тем больше я имею право выступать от имени этого проекта. То есть я лицо этого проекта могу там командовать. Это тоже зеркало таких вещей. Чем больше я туда вложил, тем больше это моё. И тем больше власти есть. есть. Но так бывает не всегда. Например, если в активистские отношения вносятся... Я как раз на одной из конференций на Медиаударе была по этому поводу. Были там примеры, когда вносят, например, вот этот контекст оплаты, он наоборот сбивает всех. Потому что здесь люди не ожидают, что им заплатят. И их иногда обижают, что им платят за это. То есть, они работают за другие совершенно идеи и ценности. И вот этот контекст оплаты и что тебе больше заплатил, потому что ты больше работал, наоборот, их мотивацию совершенно снижает, они даже обижаются и уходят из проекта. То есть, когда вот с другим контекстом приходят совершенно другие отношения. Модели ощущения себя в праве возникают из отношений власти в обществе. Если брать патриархальный дискус, то у мужчин он побуждает мужчин чувствовать себя в праве больше немножко, чрезмерное иногда ощущение себя в праве, а женщин он побуждает к тому, чтобы уступать или не рассчитывать на слишком многое. Хотя, конечно же, в конкретных отношениях это может меняться. Я сейчас таким большим мозгом, что это просто нужно учитывать. Зависит от того, в какой группе социально принадлежит человек. Если мы имеем дело с многонациональным каким-то коллективом, то у условно у титульной нации, вы представите, у титульной нации может возникнуть ощущение, что он лучше знает, у него больше права здесь говорить, потому что у него больше знаний на эту тему. Если разные были образованные наиболее, то более образованный человек может посчитать, что он сейчас расскажет, потому что он же больше знает на эту тему, чем люди, у которых меньше образовательных, меньше голодных образований. То есть вот это социально-экономические расы образовательные это все порождает инфиг. В социальных группах, пожелания и дела одних людей приобретают большее значение, чем потребности, пожелания, идеи других людей. И это тоже как конкуренция, ощущение себя в праве, это тоже источник конфликтов. Давайте, если по другому, смотреть. Что важно? Еще такое понятие, как полиисторичность. Для нарративных практик важна, мы проживаем жизнь через истории, и тут важно, что истории в множественном числе, не одна какая-то история, и она даже в определенный период времени или по поводу определенного конфликта это очень много, может быть, разных историй. И нарративные практики не стремятся привести клиента или группу, с которой они работают, и сами для себя это не объясняют. Так что нужно прийти к какой-то одной выстроенной, логичной истории, и это будет результатом, и это способствует разрешению конфликта. Нет, они приветствуют многослойность, противоречивость этих историй, конфликтность этих историй. И даже внутри одного человека. Там, говорили, возникают разные чувства по какому-то поводу. Это принимается как данность какая-то нарративная практика. Вот. Почему это важно? Потому что в таком доминирующем дискурсе сейчас подчеркивается примат рационального на домациональный. Так что все люди действуют, исходя из своих собственных интересов, ну, там вредаются некими такими калькуляторами, которые подсчитывают свои преды. Это часть доминирующего дискурса. Это не всегда так было. Это сейчас, да, ну, в конкретном культурном контексте, да, с учетом экономических условий, в которых вы считаете нормально. Ну, нормально, что я хочу больше денег. Ну, в одном контексте это нормально, а в другом нет, да. То есть смысл вообще работы с конфликтом для нарративных практик. Я говорила, что есть подходы, ориентированные на результат. Нужно найти способ для этих подходов. Они стремятся найти способ удовлетворить потребности всех участников конфликта. Ну, самый такой классический пример в конфликтологии, когда у людей, они конфликтуют по поводу открытого окна в помещении. Да, то есть одному жалко, другому все время холодно, другому все время холодно. Вот. У меня, кстати, такой конфликт был на работе. Не у меня лично, а я и наблюдала такой конфликт, потому что одного высокое давление, у другого низкое. Они там чуть не вообще до драка доходило. Вот. И таких вот традиционных или доминирующих подходов будут искать способ, как же сделать, что можно сделать. Ну, один, например, может выходить, пока проветривается, да, кому там холодно. Или их можно рассадить по разным помещениям. Или открыть окно вообще в другой комнате, чтобы не было сквозняка. Ну, то есть будут искать способы. Для нарративных практиков не в этом не появится смысл. Смысл в том, чтобы взглянуть на свои отношения по-другому, чтобы выстроить совместную историю отношений такую, которая будет, я вот сейчас вот прям процитирую, потому что это очень важно. Нарративный подход концентрируется на развитии таких отношений, таких историй, которые несовместимы с конфликтом и строятся на историях понимания, уважения и сотрудничества. То есть акцент делается не на поиске способа удовлетворить потребность. А на поиске новой совместной предпочитаемой истории, которая устраивает. И здесь гораздо больше возможностей. Возможно, они решат каким-то практическим, материальным способом решить. А может быть, как-то это будет все по-другому. Кроме примеры? В том-то и дело. Мы можем примеры привести только исходя из способа, из рационального. Но это может быть совершенно по-другому построено в отношении конкретных. И задача наша не думать о том, как можно это разрешить, какие способы предложить. А задача – это посмотреть на себя по-другому. Посмотреть, как какие-то истории влияют на меня. Какие дискурсы влияют. Почему я так думаю? Почему думает другой человек? И тогда мы это больше свободны. Можно я приведу пример? У меня такой конфликт дома с моим партнером. И в какой-то момент я стала думать, почему я боюсь открытого окна. Потому что его боялись моя мама и моя бабушка. И я пересмотрела это и перестала бояться открытого окна. Это один из способов. Спасибо. Большое спасибо. Это не значит, что в доминирующей дискуссе это можно сказать, что она пошла на компромисс. Но если мы по-другому будем подходить, это другая история. Это не компромисс. Это внутреннее. Да, для нее это не компромисс. Но, например, если ты конфликтовал, пишу, что понятно. А, я уступила. Ну, мужчине понятно. Опять же, скажи. Это я просто вам говорю, что можно по-разному смотреть. Но большое спасибо. Потому что это действительно очень. Мне бы очень хотелось какой-то пример другого похода. Потому что шестер. Да, все, я поняла. Все звучит прекрасно. Я не понимаю, как случают другого окна, другому, другому, неховно. Это как фантазийный пример, как это можно решить. Там еще больше. Нет, там не было физического чувства. Там был страх. А, и теплее одеваться я стала еще. То есть я купила пижаму теплую. Ну, то есть это понимание того, что открыток нам болезнее, чем открыток? Если вдруг я замерзла в какой-то момент, от этого ничего не произойдет. А я думала, что произойдет, что я заболею. Продует. А оказалось, что не продует. Ничего не будет. В том пределах, что не надо нам задумываться о том, как разрешить. А больше сконцентрироваться на отношениях, на истории дальнейших отношений. И там могут быть совершенно разные. Это перестанет быть потребностью. Или с другой стороны перестанет быть потребностью. Или мы вообще как-то по-другому все это решим. Когда мы думаем, исходя из результата, мы разрабатываем способы разрешения конфликтов. А тем нам подходим, мы их не разрабатываем. Мы концентрируемся на других вещах. Есть такая тоже метафора у монотех медиаторов, что конфликт – это чемодан, в котором накидано очень много смыслов. Я пыталась их тут как-то изобразить. И работа с конфликтом – это не поиск способов для разрешения, а распаковка чемодана. Мы будем ударствовать их по одному и разбирать. А вот это что для тебя? А что для тебя? Например, в этом контексте может быть другой вариант. Если для тебя так важно, я буду выходить курить, я буду дышать свежим воздухом. То есть опять, когда мы работаем с тем, насколько для тебя это важно, почему для тебя это важно, может быть множество других историй будущих. То есть отношения против результатов. Почему это важно? Потому что зависит от того, как мы мыслим. Если наше мышление инструментальное, а это сейчас доминирующий дискусс, когда мы целеполагающие мысли. Какая цель? Какие инструменты мы используем? Значит, мы выделяем в конфликте вечные… Ну, как сказать, сейчас его скажу. Вечные проблемы становятся важнее отношений. А когда мы концентрируемся на совместной истории, тогда вечные проблемы подходят на второй план. И, например, в конфликте, сколько… Дележки ресурсов каких-то, денежных, например, сама дележка может выступить и перестать быть источником конфликта. Потому что важнее будет про то, как мы дальше взаимодействуем, какие у нас отношения. Это тоже инструмент журнопады? Ну, они потом могут выработать, а могут и нет. Кто-то может сказать «Ну, меня клевать в общем-то». А может кто-то и не сказать. Могут выработать. Да, я соглашусь с тем, что сложно. Хорошо, есть рабочий конфликт двух человек. Конфликт мешает деятельности. Ну, так надо и говорить, что он мешает деятельности. Да, он мешает, и оба человека понимают, что он мешает деятельности. Ну, надо разбирать что-то. Да, мы так будем разбирать, там все равно, но мы все равно будем приходить к каким-то инструментальным попромиссам, что просто какие-то области деятельности не пересекаются. Или как-то вот это вот? Сложно, потому что, ну, как медиатор или там в других конфликтах, или как там в своей личной терапии, иногда бывает какой-то момент поворотный, после которого что-то перестает быть для меня важным, что раньше было очень важно. И это невозможно привести как пример. То есть невозможно сказать «Вот это один из способов». Просто что-то отходит на второй план, но появляются другие ценности. Я вижу уже другие ценности, и тогда для меня важно вот с этими ценностями, какую-то историю выстраивать на основе этих ценностей. А то, что я хотела изначально, то, что я рисовала, моя позиция, оно вообще-то не меняется. Да, но нужно же, если говорить о конкретной работе, которую нужно сделать. Если есть конфликт, помешает, но что-то интересно. Возможно, какая-то поворотная точка, в которой поменяется мировоззрение, что-то случится. Да. Как мы относимся к этому конфликту? Хотим ли мы… Помните, я говорила про контроль ситуации и контроль других людей. Это вот немножко про контроль других людей. Ребят, давайте быстрее решайте, потому что из-за вас… А я работаю с этим конфликтом. Что вы делаете? Что ты придумаешь? Отправиться к психологу. Нет, что-то себе… какая была стратегия подошла для тебя? Не, я не спрашиваю сейчас, я бегу, но задать вопрос, что тебе делать с этим, а не что с ними делать. То есть я должна так приспособиться, чтобы моя работа не зависла от контроля? Ну… Где-то, да, а в каком-то ситуации это невозможно. А в каком-то все застопорится и на какое-то время и год решать, днями, неделями. Понятно. Ну, проговаривать нужно. Ну, то есть нужно говорить, потому что… Ну, можно ситуация не комфортная. Да, безусловно. Да, это важно, когда застопориться, вот я чувствую плохо от этого. Это же инструмент. Ну, это же инструмент. Это выражение. Свои… Имеющие цель. Ну, они поняли. Я не… ну, как бы сказать, я не хочу, чтобы вы думали, как я, да? Ну, понятно, я понимаю. Если для вас это инструмент, и он будет полезен к данному, да, пусть будет это инструмент. Просто как раз мне ближе, вот не инструментальная позиция, вообще не инструментального мышления. Хотя он часто сталкивается с… особенно, когда в бизнес-среде, вообще, да, думать, ты не умеешь. Надо… Ха-ха-ха. А делай, да. А, благодарить вас. Неконкретно понять, конечно. Наверное, какой-то… Может быть, какие-то там непривычные… Ну, то есть, наверное, может, я более терпима к неопределенности. Не знаю. Тут… Ну, в силу там… Угу. 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 По-моему, где-то… Где там, в дискурсах, в которых я вращаюсь, да? Что они мне… Ну, нормально. Застряли. Конечно, это не мешает предлагать варианты, никто не говорит, что нельзя предлагать. У кого-то больше развитие мышления, кому-то это привычнее, и он говорит, давайте так сделаем, давайте так. Но отлично, если это помогает. По поводу деконструкции, я уже сказала, что нарративный подход ищет не способы, а узкие культурные и социальные предписания, которые ограничивают людей, участников конфликта и мешают видеть доступные возможности. Возникшая проблема – это не личная состоятельность, не состоятельность человека, а нечто в контролированных взаимоотношениях и, собственно, в развитии этих отношений можно будет найти точку, от которой мы решим, что с конфликтом. Интересный момент. Когда мы с Кирой обсуждали анонс, возник такой вопрос, ну там, в переписке этого не очень решишь, но мне казалось, это важный момент. Какая метафора, что с конфликтами делать? Их надо избегать, преодолевать, решать, разрешать. Какое слово мы используем, тоже очень важно. У нас, к сожалению, не будет времени подумать о том, какие мы используем метафоры, каким глаголом мы с этим конфликтом. Очень интересно. Ну, вообще, да. Это связано как раз с этим вопросом. Да, это связано с нашим мышлением, что мы разрешаем конфликты. Это, да, мы какой-то третейский судья? Да, или там… Работаем с конфликтами. Работаем с конфликтами. Работаем с конфликтами. Ну, а тебе как вы пишете слово? В сфере, да. Ну, я в нём участвую. Ну, если я участвую в конфликтах. Поэтому я и написала… Да, я в нём проживаю, потому что это часть какой-то кусок жизни. А можно вопрос? Где-то я избегаю каких-то конфликтов. Можно вопрос, или это нарушит ход? Нет. Вот ощущение себя вправе. Как с ним предлагается поступать? Ну, их исследовать нужно. Ну, особенно… Я сейчас приведу примеры семейные. Это делёжка, когда идёт развод и разделы, с кем могут жить дети, да. Ну, там, классические примеры нарративных практик. Конечно, мужчины многие требуют, что… Если жена особенно как-то, с точки зрения, виновата в этом разводе, то она не потеряла ранее право воспитывать детей. Ну, конечно, у него ощущение себя вправе, что я же ещё и финансово могу больше, да. Вот исследовать, откуда это берётся, как его ощущение вправе влияет на тех же детей, да. Как то, что он считает себя вправе, повлияет на жизнь этих детей. И вот это всё… По сути, это, ну, как бы для меня это получается такая, немножко всё же терапия этого конфликта, да. Это более глубокое исследование, чем просто… Вот у него есть такой интерес или его позиция, да, и мы не обсуждаем её. Хочешь тебе… Вот, давай решать вопрос, как удовлетворить твою потребность в том, чтобы дети жили с тобой. А как это исследовать вне терапевтических отношений? То есть, ну, допустим, есть какая-то группа, компания, и там человек, допустим, много высказывается, считает себя вправе, это раздражает других. Вы могут вывести его на, собственно, разговор? Ну да, но другие могут дать обратную связь, сказать об этом. Я поэтому хотела сказать про сообщество, да, немножко, буквально, там, минутку. Для меня… Мы сейчас поговорили сегодня больше о том, как нам участвовать в конфликте. Я поэтому так вынесла, да, потому что мы не из одной группы, например, здесь, и говорить о каких-то групповых процессах, наверное, ну, это нужно говорить с конкретной группой. Но вообще для меня сообщество имеет большое значение. И некоторые конфликты, они не разрешаются один на один, а нужно вмешательство сообщества в это, да. То есть, если конфликт в группе, но между двумя, это не дело двоих. Вот тоже индивидуалистический такой подход – это, ну, это их проблема, и вы нам мешаете, и мы их, как бы, давайте там быстрее решаемся. Вот. Он возник почему-то, да, и сообщество, ну, и в большем, большом объеме общество, да, тоже немножко причастно к этому, почему этот конфликт возник. Или конкретное сообщество тоже к этому имеет отношение, потому что там созданы такие правила, какие-то взаимодействия, которые к этому конфликту привели. И поэтому, ну, вообще-то же есть в системных подходах, например, в системном консультировании организаций, там есть такое, что если конфликт возник на каком-то уровне, то разрешен адекватно, он может быть только на более высоком уровне. Ну, если мы сейчас применим, там, те адротища там. Ну, многие из них там системные, но я исходя там из других, да, подходах. Вот если конфликт между двумя в каком-то коллективе, то разрешать его надо не только между этим двумя, но уже кто-то третий. Либо это сообщество, там, либо это как медиатор. Ну, лучше, если это сам коллектив. Потому что это будет тогда изменение самого сообщества, чтобы эти конфликты не возникали. И, естественно, говорить о том, что мешает, не может дальше двигаться, потому что у вас есть конфликты. Есть много таких, ну, в смысле, не много, а такие хорошие вещи, как круги, да, там, круги повеления, или, там, другие поддержки. То есть когда участвует все сообщество в разрешении конфликта. Это такая традиционная техника, возникшая еще до всяких судов, то есть в традиционных культурах. Сейчас оно применяется на становительном правосудии, ну, и во всяких других таких вещах. Некоторые конфликты адекватно, ну, как бы качественно, можно разрешить только в таком контексте, не откажется. Чтобы они уже не просто разрешились, да, там, как это, но они еще и возникали. А, я, кстати, тоже вот на этой конференции, мы ее дали, там приводили в пример одно сообщество, творческое, активистское. Было сказано так, с той же стороны, у нас конфликтов-то не было. Нам, мы принимали любые различия. То есть мы сразу договорились, что все, что хотите, можно что делать. Любые различия другие. У нас не было конфликтов. Это звучало как тревожно для них. То есть я говорю, ну, не понял, ну, то есть, человек, который это представлял, говорит, там было, мне как вот тревожно, мы не развивались, что ли, у нас не было конфликта. А там была, собственно, такая атмосфера, которой не надо было конфликтовать. Ну, ты понимаешь, хочешь, это жалко будет. То есть они как там смогли свои взаимодействия так организовать, что ли? Ну, поскольку конфликты некоторые, в каких дискуссах психологически вспоминаются как необходимые условия развития, да, то это было тревожно. А почему мы не забываемся, не застряем? Ну, вот, я хотела так, чтобы то я много говорю. А, кстати, по поводу про ЗИН. Кать, скажи, пожалуйста. А. Потому что это как раз вот логически к тому, что некоторые вещи... Это вот такой ЗИН, и вот это вообще привод американского, по-моему, инвина. Это как раз вот уход от позиции, когда в каком-то сообществе происходит насилие среди участников. Обычно приводят к исключениям одного из участников, и споры ведутся в основном по поводу, кого или не исключат. Да, получается, что чаще всего женщины просто уходят из сообщества, потому что в основном становится невыносимым. И сейчас предлагается наоборот, исключать агрессоры. И вот это вот перевод как раз такого активистского труда, который они пытались делать так, чтобы все остались. То есть какие-то техники, то есть какая-то группа работает с агрессором, какая-то группа работает с подавших. Они говорят, что там смешные штуки, что они заменяют слова, потому что эти слова дают смысл. То есть пострадавшая, жертва, вот эти все слова они заменили квадратиком и треугольничком. То есть чтобы вообще уйти от слов, чтобы был какой-то опыт. В чем в оригинале там, по-моему, агрессор с звездочкой. Вот, есть два, осталось два, которые можно взять, но скоро будет презентация, официальная презентация Дина. Это версия Банон. В общем, по-моему, очень интересный подход. Не знаю, как вы будете на практике работать. В принципе, какая-то вообще альтернативное зрение. Да, все на личном опыте. То есть там люди собирались, обсуждали какие-то механизмы, которые они сами применяли, хотели применять. В итоге это групповая работа, а они получили с тобой нет. В общем, вещь интересная, и потом будет уже доступно онлайн, уже в готовом виде. Ну, я не думаю, я думаю, там будет редактура уже, просто смысловая. Вот, так что еще два осталось. Если кому-то прям можно приобрести, то можно уйти. Если можно, потому что вы знаете, здесь появились еще. А, хорошо. Я могу оставить свой email, если надо, я вам пришлю, который сейчас здесь подает, но вообще, наверное, на сайте Романа... Я думаю, что на сайте ваших выложите. То есть будет ли так за какой-то... А какую-нибудь денежку за это? Это просто. Не, ну, висечку можете оставить. Висечку можно смотреть и так. Да. Это к вопросу, что... Я сейчас читаю книгу про круги примиления, использование техник, восстановительного правосудия. И говорится о том... Ну, собственно, это там... Правосудие – это не только в этой книге, да? Что сейчас такой подход, что общество не берет на себя часть ответственности за те конфликты, которые будут возникать, да? Как бы есть такое понятие вот отделения этих участников. Это их проблемы, вот они там должны как-то их решать. И общество как бы исключает от себя из-за разрешения этого конфликта. Многие конфликты, и самые эффективные. Ну, не во всех, но, собственно, да? Если участвует общество. И мы сейчас можем говорить про общество как какую-то маленькую группу. То есть часть вот этой коллективной ответственности за это, не сильной ответственности за конфликты, ну, как бы это было очень-очень полезно. Попробовать такой подход к разрешению конфликтов в каких-то коллективах. Потому что вот тот же нервистический такой дискусс, много говорят о собственном конфликте, кто является собственным конфликтом. И вот в этой отношении собственности, да, тоже много говорят, что там, то адвокаты себе присваивают конфликты, да, и то судьи себе присваивают, то давайте вернем конфликт их участникам, а в то общество мало рассматривается как вообще какая-то общая часть, которая может помочь в более высокий уровень, кто, может быть, конфликты разрешает. Ну, собственно, наверное, с моим уговорением надо прекратить. Вот. Хотя бы там услышать. Куча про вас. Вопросы. Да, вопрос, наверное, как раз. Дело в том, что… Ты как раз говорила про то, что… Сейчас я сформулиру. Ну, в общем, нам все время говорили, все два года последние, что, в общем-то, скажем так, люди, активистки, у которых есть расхождение в идеологических позициях, они друг с другом работать никогда не смогут. И когда просто шло время… И у нас как раз такие люди, и они могли работать всегда. И то есть конфликты бывали внутренние, но не было ни одного конфликта идеологического. Хотя люди, объективно, всегда были разных взглядов. Ну, приходили, уходили. Но не было ни одного случая именно идеологического конфликта. И как раз объединяли или общие цели, или какие-то общие представления, или вот этот вот поиск вот этого поля, на которое не влияют расхождения конфликтные, гипотетические. Либо люди в какой-то момент просто научились на один язык переводить свои разные дискурсы и приходить к пониманию, к смягчению ситуации. А как это можно осуществлять на более высоком уровне? То есть масштабы всего движения. То есть для всего движения что будет являться более высоким уровнем и вот этим там третийским судьей, медиатором? Вот я как раз хочу, наверное, из этой книги. Во-первых, вот есть эта техника, это неративная практика. Недавно такая.